На данном практическом занятии, на его первой части, мы с вами познакомимся с биологическим исследовательским микроскопом Leica DM-4000B. Это микроскоп частично моторизованный, то есть некоторые его функции могут управляться либо через программу обеспечения, либо через специализированные кнопки. И это может быть удобно для некоторых вариантов исследования. На этом микроскопе моторизовано несколько частей. Во-первых, это моторизация элементов под нашим конденсором, где могут находиться необходимые нам элементы для метода темного поля, для методов фазового контраста, для других методов контрастирования или светофильтры. Здесь моторизована полевая и апертурная диафрагма. Они также могут управляться при помощи кнопок или через программное обеспечение. И здесь моторизована смена кубиков для флюоресценции. То есть нам нет необходимости их передвигать руками. Мы можем это делать либо через программу обеспечения, либо через специальную кнопку, находящуюся в правой части микроскопа. Давайте познакомимся с элементами управления этого микроскопа. С левой стороны находятся кнопки управления интенсивности или яркости лампы. Причем микроскоп меняет назначение этих кнопок в зависимости от того, используете ли вы проходящий свет и лампу коллагенового накаливания, или вы используете в данном случае флюоресценцию. Тогда при помощи специальных нейтральных светофильтров нажатие на эти кнопки будет уменьшать яркость возбуждающего света. Следующая пара кнопок это полевая диафрагма. И следующая пара это апертурная диафрагма. Последняя оставшаяся кнопка из этой группы это кнопка переключения между проходящим светом и светом, который мы используем при эпифлюоресентном режиме. Сзади кнопки. Эти кнопки могут быть переназначены. Верхняя кнопка у нас назначена как переключение микроскопа в режим фазового контраста. Следующая кнопка это изменение режимов контрастирования, установленных на данном микроскопе. Это темное поле, это фазовый контраст и это проходящий свет. И включение так называемого комбинированного режима, когда вы можете смотреть сразу же и флюоресценцию от вашего препарата и проходящий свет. Дальше. С этой же стороны микро и макро винт расположены коаксиально, то есть один внутри другого. Барашек для того, чтобы можно было поднимать и опускать конденсор. Дальше, когда мы будем говорить о настройке микроскопа по методу Келлера, он нам с вами понадобится отдельно. С правой стороны микроскопа находятся три кнопки. Это кнопка переключения в флюоресцентный режим, кнопка смены кубиков и кнопка, самое важное, это кнопка шторки для флюоресцентного режима. Так как наш препарат подвержен фотовыцветанию, в любой момент, когда мы с вами не смотрим на наш препарат, необходимо закрывать вот эту вот шторку, чтобы препарат не выгорал. Также с этой стороны расположен микровинт, но видите, он здесь очень маленький и им реже пользуется. Чаще всего у вас левая рука находится на макро микровинте, а правая рука на препарата водителя. Это такое стандартное положение при работе за микроскопом. Дальше у вас две ручки препарата водителя. Первая из них двигает весь столик вперед-назад, вторая вправо-влево двигает препаратодержатель, препаратоводитель, которым может передвигаться ваше стеклышко. Внизу расположены два переключателя для светофильтров. Первый из них это светофильтр, так называемый, дневного света. Он нам будет необходим для коррекции спектра галогеновой лампы, находящейся в этом микроскопе в качестве осветителя проходящего света. И второй светофильтр, так называемый пангрин или зеленый светофильтр, он необходим для работы с методами контрастирования. Как вы помните, и как в дальнейшем мы с вами еще поговорим на этой практике, методы контрастирования, будь то фазовый контраст, будь то дифференционный контраст, рассчитаны на какую-то определенную длину волны. И, конечно, при использовании белого света они работают неоптимально. Поэтому, если вы хотите получить более-менее хорошее качество при методе фазового контраста или при методе дифференционного контраста, то лучше использовать вот этот зеленый светофильтр. Более того, если мы с вами вспомним объективы, то даже самый плохой ахромат имеет коррекцию сферической аберрации для именно этой зеленой длины волны. То есть, таким образом мы можем работать без большинства аберраций. Хроматическую мы исключаем, потому что у нас свет в очень узкой полосе спектра. Сферическую мы исключаем, потому что объектив при проектировании скорректирован на эту длину волны. Если мы, конечно, сами с вами не напутали толщину покровного стекла или среду, в которой исключен препарат, или иммерсию. И, таким образом, даже с очень дешевым объективом можно получать вполне приличное изображение. Давайте чуть более подробно поговорим о светофильтрах, которые используются в микроскопе. Вот об этом светофильтре дневного света. Если мы с вами будем снимать цветное изображение нашего гистологического препарата, понятно, что в проходящем свете наш гистологический препарат может только из получаемого спектра вычитать какие-то определенные длины волн. Соответственно, краски у нас работают в режиме, в данном случае субстрактивном, только вычитая из спектра, который мы подаем. То если в спектре, который мы подаем, будут отсутствовать какие-то длины волн, или их будет меньше, или наоборот больше, по сравнению с обычным белым светом, то, во-первых, сам по себе фон изображения у нас будет уже не казаться белым. А во-вторых, посмотрите, насколько будет сложно сравнивать эти изображения. Например, здесь зеленый цвет виден хорошо, здесь практически не видно. Здесь красный цвет виден хорошо, здесь красный цвет виден не очень хорошо и так далее. Чем различаются эти три изображения одного и того же препарата? Они сняты при примерно одной и той же яркости, насколько это было можно выровнять, но с разным напряжением накаливания лампы. Здесь лампа была включена на полную, максимально возможное напряжение, 12 вольт, и, как видите, картинка немножко синеватая. Здесь лампа была включена на 10 вольт, и посмотрите, вот при таком как раз напряжении на этой лампе, наше изображение, действительно, если смотреть глазами, и камера сейчас также настроена, будет выглядеть примерно правильно. Фон у нас будет белого цвета, ни синий, ни желтый. Ну и все окрашенные объекты у нас будут видены хорошо и зеленый, и красный, и желтый. Все будет видно достаточно контрастно. Если же мы будем с вами уменьшать напряжение на лампе, например, до 6 вольт, то, как видите, изображение станет более желтым, у нас больше станет в красной части спектра. Мощность, но гораздо меньше синяя. Если будем увеличивать напряжение, да, мы с вами увеличиваем часть мощности, находящейся в синей части спектра. Но иногда может оказаться так, что вот эти 10 вольт будут давать нам очень яркий свет. Спектр-то нас устраивает, а вот яркости нет. И мы могли бы применять несколько подходов. Ну, во-первых, мы могли бы с вами использовать фильтр нейтральный, который просто ослабляет яркость, не изменяя спектр. Но мы можем еще использовать так называемый фильтр коррекционный или фильтр дневного света. Предположим, что мы с вами используем 6 вольт. Вот такая у нас картинка будет. И теперь мы с вами добавим сюда вот этот фильтр, который называется Daylight Filter, DLF. Это изображение у нас представлен. Мы получим с вами изображение, как будто мы снимали бы его при 10 вольтах напряжения, но гораздо менее ярко. Давайте посмотрим на то, как будет меняться спектр вот этой галогеновой лампы при нормальной работе. При большом напряжении у нас лампа нагрета сильно, и ее спектр – это, в принципе, спектр нагретого тела. Ну, и понятно, что чем больше температура, тем больше этот спектр будет сдвигаться в синюю часть. Если мы будем уменьшать напряжение, то синяя часть у нас страдает сильнее, она резко уменьшается, а красная часть остается, в принципе, примерно такой же, не очень сильно уменьшаясь. Что делает фильтр дневного света? Предположим, у нас вот такой спектр на 8 вольтах, и этот фильтр будет сохранять синюю часть, но блокировать часть света в красной части. Тем самым, посмотрите, форма спектра у нас стала уже похожа на ту, которая была при 12 вольтах. Давайте я обрисую ее целиком. Но при этом яркость у нас значительно меньше, если нам необходимо при меньшей яркости получить картинку с хорошим белым фоном. Ну, вариант использования фильтра Daylight синенького такого стеклышка. Часто задается еще второй вопрос, а почему на этом современном микроскопе до сих пор использована галогеновая лампа при наличии белых светодиодов? Давайте посмотрим на спектр белого светодиода первого поколения. Сейчас, конечно, уже появились светодиоды с несколько лучшими характеристиками, но, тем не менее, у них всех есть вот такой вот дефект, как неровный спектр. Для нашего глаза, так как он будет возбуждать наши все полбочки в таком же соотношении, как белый свет, он нам будет казаться белым. Но посмотрите, что здесь из неприятного. У него есть большой пик, у него есть малый пик, и между ними есть вот такой вот провал. И если на нашем препарате есть какая-то краска, которая поглощает именно в этой зоне спектра, так как этой длины волны практически нет, мы ее с вами практически и не сможем увидеть. Поэтому до сих пор на микроскопах современных могут быть установлена лампочка обычная, вот такая накаливание, немножечко измененная, галогеновая лампа. Для сравнения, одна и та же картинка снята при освещении светодиодом. И посмотрите, какая маленькая контрастность здесь получается для некоторых объектов. И тот же самый препарат абсолютно снят при помощи обычной лампочки накаливания, галогенной. Посмотрите, насколько лучше получается контрастность вот для этих вот, например, зон. Таким образом, спектральный состав источника света для нас важен, и мы теперь знаем, как мы можем регулировать яркость лампы накаливания, не сильно меняя ее спектр при помощи фильтра дневного света. Давайте установим на микроскоп препарат. Понятно, что установка препарата, так как это микроскоп у нас прямой, но должна быть препаратом наверх. Понятно, что как установку препарата, так и вынимание препарата из микроскопа нужно производить при небольшом увеличении, для того, чтобы у вас не было возможности случайно повредить объектив или ваш препарат. Ну, а в случае, если вы использовали иммерсию, чтобы случайно эту иммерсию не оставить на передней линзе сухого объектива. При помощи макро-микровинта мы можем с вами регулировать расстояние от препарата до объектива, тем самым наводясь на резкость. А при помощи специальной ручки, вот этой вот у конденсора, мы можем регулировать его высоту, подымая его или опуская, что позволит нам в дальнейшем настроить наш микроскоп по келлеру, добившись того, что у нас каждая точка нашей лампы будет освещать весь препарат целиком, максимально расфокусирован, давая максимально ровное поле зрения по яркости. Как мы уже говорили, для конденсоров характерно то, что у нас есть конденсоры, которые хорошо подходят для малого увеличения, так называя конденсоры АМБ, и конденсоры, которые хорошо подходят для большого увеличения. Для малого увеличения нам с вами важно, чтобы у нас было максимальное поле зрения, то есть у нас препарат был хорошо освещен. И у конденсора при этом обычно бывает небольшая, достаточно числовая апертура. Но на малых увеличениях числовая апертура у нас так небольшая, поэтому это небольшая проблема, на разрешение это сильно не повлияет. А для больших уже значений числовой апертуры нам необходимо, чтобы у нас было освещение нашего объекта под большими углами, чтобы не потерять разрешение. То есть числовая апертура конденсора у нас тоже должна быть высокой. Так как данный микроскоп у нас моторизован, то переключение вот этой верхней линзы, которая превращает наш обычный конденсор AMBA в хроматический апланар, происходит автоматически. Обратите внимание, что будет происходить при смене объективов. Видите, на пятикратном объективе у нас эта линзочка отодвинулась, и конденсор освещает теперь очень большое поле зрения на препарате, хотя и с малой числовой апертурой. Если мы теперь переставим с вами объектив с каким-то большим значением числовой апертуры, как видите, эта линзочка автоматически ставится. На данном микроскопе эта линза конденсора только сухая, и максимальное значение числовой апертуры здесь 0,9. На некоторых микроскопах может быть возможность нанесения на линзу конденсора также иммерсии для увеличения числовой апертуры конденсора. Но это нужно сразу же смотреть, возможно ли это на конкретном микроскопе или нет. Конденсор этого микроскопа можно использовать только без иммерсии. Обратите внимание еще на то, каким образом мы с вами передвигаем объективы. Мы их передвигаем за вот этот верхний ободочек револьвера объективов, а не за корпус объективов. Почему, я думаю, вы помните. В случае создания продольных усилий на объективе наши линзы, испытывая стресс, могут стать объектами с двулучепреломлением, и мы не сможем нормальных использовать тогда в методах поляризационной микроскопии или при помощи дифференционно-инференционного контраста. Поэтому просьба объектива на этом и других микроскопах переключать за ободок револьвера, а не за корпус объектива. Давайте посмотрим на установленные на данном микроскопе объективы. Обратите внимание на числовую апертуру, увеличение и толщину покровного стекла, где она указана. А также обратите внимание, для каких объективов будет переключаться верхняя линза нашего конденсора. Обратите внимание на 10-й объектив на маркировку PH1, которая означает, что его можно использовать с фазовым контрастом. Обратите внимание на 20-м объективе на маркировку PH2, которая позволяет его тоже использовать с фазовым контрастом. И на 100-й объектив, на котором тоже есть та же самая надпись PH, правда цифра стоит другая. Как вы уже заметили, у нас только один объектив на данном микроскопе является иммерсионным, это сотый объектив. У нас внизу с вами полоска, которая имеет черный цвет, а наверху полоска, которая имеет белый цвет, что означает, что иммерсия данного объектива масляная, а увеличение, так как полоска белая сверху, то что у нас увеличение равно 100. Также обратите внимание, что толщина покровного стекла начинает иметь значение при числовой апертуре больше, чем 0.5, ну и включая ее. Для этих сухих объективов использование покровного стекла уже является обязательным, без этого будет сферическая аберрация, и более того, покровное стекло должно быть строго определенной толщины, иначе вы эту сферическую аберрацию получите. И обратите внимание, что на всех увеличениях, кроме пятикратного, с самой маленькой числовой апертурой 0.15, линза конденсора дополнительная у нас автоматически стоит в микроскопе. Давайте теперь поговорим немножечко об окулярах, о их характеристиках, таких как поле зрения, увеличение, возможности использования очков. Надписи на окуляре говорят нам о том, что это окуляр с полем зрения, то есть промежуточное изображение, которое получается здесь 25 мм. Это окуляр десятикратный, что окуляр со скорректированной кривизной поля, при этом мы можем надеяться, что частично скорректирована бочка или подушка, а также то, что этот окуляр может использоваться с очками. Для того, чтобы использовать его с очками, нужно снять верхнюю часть пластиковую, она снимается чисто механически. И обратите внимание на вот это вот резиновое колечко, которое, по идее, должно предотвращать возможность поцарапать очки. На самом деле, к сожалению, все-таки если очками в окуляр попасть, но в старых микроскопах эта резиночка уже достаточно твердая, то очки, конечно, пластиковые можно поцарапать. Но если у вас небольшие диоптрии, там, скажем, где-то до пяти, обычно расстояние до окуляра достаточно большое и очкам ничего не грозит. Также у окуляра может регулироваться диоптрийная подстройка. И здесь обратите внимание на серебристый поясок. Это нулевое положение, когда коррекция диоптрии равна нулю. Когда вы его пускаете или поднимаете, соответственно, у вас диоптрийная коррекция становится больше или меньше. Давайте вставим окуляр обратно в микроскоп. Для чего нам может понадобиться вынимать окуляр? Для того, чтобы мы могли с вами увидеть апертурную плоскость. Проверить ее на наличие пыли. Проверить на то, правильно ли у нас поставлены, предположим, фазовые кольца. Правильно ли у нас нанесена иммерсия. Если в иммерсии, скажем, пузырьки, то что мы в случае пылевой плоскости, скорее всего, не увидим. А в апертурной это можно будет уже хорошо увидеть. Ну и при центровке, настройке конденсора это тоже может потребоваться. А также мы с вами можем увидеть там апертурную диафрагму. Для того, чтобы получить при ее открывании или закрытии некое среднее положение, некий компромисс между разрешением и контрастностью. Когда мы еще практически не потеряли разрешение, но уже имеем некоторую контрастность. Для просмотра апертурной плоскости, чтобы немножечко увеличить получающееся изображение, чтобы это было проще, было видно глазом, можно использовать вот такой вот телеокуляр. К всем исследовательским микроскопам они обычно идут в комплекте. На некоторых микроскопах есть так называемая линза Бертранда, которую можно в микроскопе поставить, не вынимая окуляры, и через обычные окуляры увидеть уже апертурную плоскость. На этом микроскопе можно использовать вот такой вот телеокуляр для этого. Он регулируется по высоте, колечком можно его зажать после того, как высоту вы поставили под ваши глаза, и использовать для просмотра апертурной плоскости. Ну и после установки его на место окуляра, можно им пользоваться как обычным окуляром, но теперь видеть одним глазом полевую плоскость, то есть плоскость вашего препарата, другим глазом изображение апертурное. Мы будем использовать его для того, чтобы я смог вам одновременно показывать и то, что видно глазом в одной плоскости, и то, что видно в другой плоскости, когда мы будем с вами разбираться с диафрагмами и с настройками микроскопа. Как я уже говорил, для установки препарата мы должны перевестись на какое-то небольшое увеличение. Это преследует две цели. Во-первых, не повредить ваш препарат и объектив. А во-вторых, чем у вас меньше увеличение, тем обычно меньше числовая апертура. Это означает, что у вас большая часть пространства, которая изображается одновременно в фокусе. Вам проще сфокусировать микроскоп при маленькой числовой апертуре. Для фокусировки микроскопа, чтобы затруднений особых не было, я могу предложить следующий подход. Когда наводитесь на фокус, вы немножечко двигаете столик микроскопа вправо-лево или вверх-вниз. При этом, теперь, если вы меняете фокус, то очень хорошо становится видно, улучшается ли у вас картинка или не улучшается. В правильную ли сторону вы двигаете макровинт. Как видите, в этом случае навестись на фокус становится сильно проще. Таким образом, первое расстояние уже от объектива до препарата мы зафиксировали. В дальнейшем, при настройке по келлеру, мы научимся с вами правильно подбирать расстояние от конденсора до препарата. Правильное положение за микроскопом. Так как за микроскопом вам придется проводить достаточно много времени и не все, к сожалению, хорошо видно через камеру, вам придется использовать, конечно же, окуляры, то посадка за микроскопом позволит вам избежать проблем со спиной правильной. Как видите, сейчас у меня стул поднял слишком высоко и мне приходится нагибаться для того, чтобы что-то видеть в микроскоп. Правильная посадка, когда вам нет необходимости нагибаться, чтобы видеть хорошего изображения в окулярах. Естественно, так как вам на больших увеличениях постоянно придется работать с микровинтом, левая рука у вас на микровинте находится, правая на препарата водителя. Поговорим о настройке бинокулярной насадки, вот этой части микроскопа, которая дублирует одно изображение на два глаза, а иногда еще и на третий порт, в который установлена камера. Давайте рассмотрим вначале настройку этой насадки в случае, если у вас есть все три порта. Если у вас есть два окуляра и насадка для камер. Тогда первое, что мы с вами делаем при настройке такой насадки, мы с вами наводим на резкость так, чтобы была хорошо видна камера и перед этим можно еще проверить, чтобы оба окуляра стояли на нулевом положении коррекции диоптрий. Так как мы первым наводим на резкость камеру, то в дальнейшем, если мы будем подстраивать диоптрийную коррекцию наших окуляров, то изображение будет одновременно резко видно и глазами, и на камере. То есть нам не придется перестраивать положение фокуса. И мы можем даже вслепую нажимать мышкой на клавишу получения изображения, когда видим что-то интересное, и быть уверенным в том, что это изображение находится в фокусе. Навелись на фокус на камере. Теперь не имеем права уже двигать фокус. До того момента, пока не настроим полностью бинокулярную насадку, и теперь подстраиваем каждый глаз при помощи диоптрийной подстройки. Глаза у нас могут немножечко различаться, поэтому каждый глаз настраивайте индивидуально. Так, чтобы изображение для каждого глаза было видно хорошо и резко. Еще одна вещь, которую нам осталось настроить, это межглазное расстояние. У всех оно немножечко разное, и если оно будет настроено неправильно, то, скорее всего, через некоторое время у вас будет либо болеть голова, кружится, либо будет просто не очень удобно долго работать за микроскопом. Для того, чтобы настроить правильно межглазное расстояние, нужно выбрать на препарате какую-то контрастную деталь, скажем, точку какую-то, и поместить ее в центр поля зрения. Теперь вы смотрите в вашу бинокулярную насадку обоими глазами и пытаетесь изменить расстояние между ними, таким образом, чтобы видеть эту точку каждым глазом ровно в центре поля зрения. Можно просто один глаз, другой глаз попеременно закрывать, и точка не должна сдвигаться. Тогда это будет правильная настройка, это ваше межглазное расстояние. И в дальнейшем, чтобы его каждый раз не подбирать, его можно просто запомнить. Либо, если этот микроскоп стоит в лаборатории, некоторые пользователи цветными маркерами, каждый для себя, отмечают это расстояние прямо вот здесь, вот там, где цифрами оно размечено, чтобы каждый раз не задумываться теперь о том, какое расстояние вам ставить. Еще важная часть микроскопа – это его левая сторона, сверху, куда могут быть установлены дополнительные оптические элементы, и где есть рычажок, переключающий изображение либо 100% на камеру, либо 100% в окуляры, либо светоделитель 50 на 50. При положении 50 на 50 вы можете одновременно видеть ваше изображение, его также будет видеть камера, и можете его снимать. Если же вам не хватает яркости света, то вы можете переключиться на положение 0-100, когда 100% будет уходить на камеру. Ну, и если вам не хватает света, чтобы смотреть глазами, можно, соответственно, поставить последнее, третье положение, когда весь свет будет направляться уже в окуляр. Внизу под бинокулярной насадкой есть порт для установки анализатора. Можно вынуть заглушку пустую и поставить на место этой заглушки поляризатор. Плоскость поляризации на нем отмечена стрелочкой, и, в принципе, если вам он временно не нужен, его можно не вынимать целиком, а чуть-чуть выдвинуть. При этом он выйдет из оптического пути, не будет вам мешать, но отверстие под это устройство у вас будет закрыто, пыль туда попадать не будет. Если вы вынимаете ваш анализатор, то ни в коем случае нельзя оставлять пустые порты на микроскопе. Туда будет попадать пыль. Поэтому, если есть пустой порт, всегда есть заглушка, которая позволяет его закрыть, чтобы доступа пыли внутри микроскопа у нас с вами не было. На этом эта часть практического занятия у нас с вами завершена. И следующее практическое занятие у нас будет по настройке микроскопа по келеру, а также обсуждение разрешения и контраста, и то, как мы можем их с вами регулировать. Спасибо за внимание. До следующего практического занятия. До свидания. Удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...